Прошло почти 30 лет с момента самых крупных железнодорожных катастроф Советского Союза. Они случились в один день, 4 июня, но с разницей в год. Такая роковая случайность, а точнее безалаберность людей и несовершенство железнодорожной системы, по некоторым версиям теракты, стали причиной гибели не менее 700 человек, только по официальным данным. С вами Военная Техника 2, и мы вновь начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. К самым крупным катастрофам конца 80-х годов относят взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Гибель теплохода Вахимов, железнодорожная трагедия. 88-й год вообще был одним из самых черных в истории СССР. Землетрясения в Армении, ряд железнодорожных катастроф, несчастных случаев, стихийных бедствий. Однако 1989 год был ненамного счастливее. 4 июня 1988 года, субботний день, многие люди, подходившие к платформе, дачники, грибники, время 9 часов и 32 минуты. Взрыв произошел, когда поезд подходил к густонаселенной жилой зоне при железнодорожном переходе. Арзамас, город в Нижегородской области, население около 100 тысяч человек. Взрыв в прямом смысле пригромел на весь город. Гибель 91 человека и более 500 человек пострадавших стали для небольшого городка всеобщей трагедией. К слову, когда взрывной волной были разрушены дома, магазины, выбиты стекла в торговых точках, не было зафиксировано ни одного случая мародерства. Поезд вез взрывчатку для горных предприятий. Понятно, что когда возник очаг возгорания, детонировал весь поезд. Наибольший удар пришелся по трем вагонам, которые находились рядом с эпицентром взрыва. Остальные вагоны были искорежены, разбросаны по территории. 4 июня 1988 года. В 9 часов и 32 минуты железнодорожный состав, в котором находились три вагона со 120 тоннами взрывчатки, предназначенной для горных и других предприятий, следовал через железнодорожный переезд в городе Арзамас. Находясь в северной горловине станции Арзамас-1, в этот момент произошел взрыв. Среди сдетонировавшей взрывчатки были 30 тонн тротиловых шашек. Заряды для нефтодобычи – 25 тонн аммонала, 5 тонн аммонита, 30 тонн гексогена, 27 тонн октогена и других. На перегоне образовались две соединенные между собой воронки глубиной 3,5 и 4,5 метра, диаметром 26 и 76 метров. Взрывом был уничтожен 151 дом, 823 семьи остались без крова. По официальным данным погиб 91 человек, пострадали полторы тысячи человек, было разрушено 250 метров железнодорожного полотна, поврежден железнодорожный вокзал, разрушена электроподстанция, линия электропередач, поврежден газопровод. Пострадали две больницы, 49 детских садов, 14 школ и 69 магазинов. В пораженной зоне оказалось 160 промышленно-хозяйственных объектов. Основной версией причины взрыва сочли нарушение правил погрузки и перевозки взрывчатых веществ. Хотя в качестве одной из версий рассматривался и террористический акт, и диверсия со стороны спецслужб других стран, с целью нагнетания нестабильности в СССР. В Арзамасе на месте взрыва построены часовня и мемориал, на котором высечены имена погибших. Ежегодно 4 июня в городе проходит траурное мероприятие, посвященное памяти погибших при взрыве. Для пострадавших жителей на юге города был построен 11 микрорайон. На железнодорожном переезде в момент трагедии стояли машины. Все они были искорежены взрывной волной, либо разорваны на куски так, что даже невозможно было установить точное количество жертв. Рядом находящийся общественный транспорт также превратился в искореженную груду металла. В автобусах выбилось стекла, сорвало крышу, трупы лежали живыми. Люди, находящиеся рядом с окнами в автобусах, в домах, либо погибали от взрывных осколков, либо навсегда оставались инвалидами. У кого-то ампутировали руки, ноги, лицо осталось в шрамах. Одна секунда перевернула жизнь арзамасовцев. Более того, состав еще притормозил перед переездом, и тогда произошел взрыв. Но если бы взрыв произошел чуть позже, последствия были бы более устрашающими. Ведь рядом находилась крупная нефтебаза с эсцернами нефти и сжиженного газа. Очевидцы видели буквально перед взрывом дымок из двери одного вагона. Как обозначали это те, кто понимали суть. Горит Бигфордов шнур. Пять свидетелей обозначали дымок, как Бигфордов шнур. То есть это означало, что поезд подорвали. Это был теракт. Однако позже следователи установили, что на расстоянии 200-300 метров невозможно точно понять, что свидетели видели горящий Бигфордов шнур. Версий механических причин случившегося было масса, как и политических причин. Основная версия, которая придерживалась следователя, несчастный случай. В течение нескольких месяцев после взрыва на месте трагедии работала правительственная комиссия. Точно установить причины взрыва так и не удалось. Назывались несколько версий происшествия, среди которых самопроизвольный взрыв, перевозимый взрывчатки, кристаллического гексогена или октогена. В результате механического повреждения неисправность газопровода, проходящего под железнодорожными путями. Террористический акт и диверсия со стороны спецслужб других стран. В 2003 году губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев публично высказал твердую уверенность, что взрыв произошел в результате диверсии. Однако данная версия не нашла достоверного подтверждения. Еще версии механические. Искра от колес поезда, пролетев несколько метров, попала в дверь вагона. А там вспыхнула взрывчатка. Гексоген и в других вагонах часто просто валялся на полу, вывалившись из разорванных мешков. Еще одно предположение. Гексоген, которым было усыпано дно вагона, просочился в щели и стал сыпаться на колеса. Из-за трения возникло нагревание и пошел дым. Позже вспыхнули вагоны и прогремел взрыв. Политические версии включали диверсии. Устранение главнокомандующих авиационной сферы. Крупное совещание планировалось провести рядом со станцией, но в последний момент его перенесли в другое место. Тактика Запада по подрыву репутации руководства СССР в глазах жителей страны. И ведь неспроста все это происходит перед распадом СССР в 91-м. Винили Горбачева в том, что он засланец Запада. И с его подачи и действия, либо бездействия, и происходили многие страшные трагедии. Целью которых были дестабилизация политической и общественной жизни в стране. И крах репутации прежнего руководства в глазах простых граждан. Но как бы там ни было, неясно, почему вагоны со взрывчаткой не были разделены от остального состава, пустыми вагонами или с гражданскими грузами. Почему гексоген в поездах часто валялся на полу в рассыпанном виде. Почему никто не среагировал на жалобы о сильном запахе газа возле места взрыва на железнодорожном переезде еще до трагедии. То есть, помимо всех политических хозней, были не соблюдены элементарные правила техники безопасности. А также хотим представить вам отличный канал патриотической песни под названием «Дети поют». Дети и взрослые поют песни и записывают видео. Поддержите этот проект своим лайком и подпиской. Проект в память всем тем, кто жив и кого уже нет. И тем, кто будет потом. Проект некоммерческий, поэтому все делается чисто для себя и для вас, дорогие зрители. Ссылка в описании. А наш сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами Лавайная техника 2 и рубрика «Как это было на самом деле». Пишите ваши комментарии, делайте свои выводы по данному видео и оставляйте отзывы о нашей работе лично автору канала. Ссылка в описании. Также не забывайте подписываться и делиться этим видео с друзьями. А мы с вами ненадолго прощаемся. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на канале.